История создания этой картины необычна. И я в этой картине оказался, если можно сказать, абсолютно случайно. Эту картину, над этой картиной, начали работать еще в 2001 году. Начали снимать, но сняв небольшое количество метров, совсем большое количество объектов, неожиданно остановились. То ли деньги закончились у продюсеров, то ли качество материала, которое они видели, вызвало в них пессимистические чувства. Но после этого картина остановилась, и остановилась надолго. И порядка двух лет работы над картиной не было. И вы знаете, как для кинематографистов, вот такое длительное ожидание, оно в принципе, я даже не знаю случаев, когда можно реанимировать проект спустя два года, я лично не припоминаю таких случаев. Но и этот проект ко мне попал, я говорю, абсолютно случайно. Мы встретились с Светланой Николаевной Проскуриной, которая показала мне сценарий, показала отснятый материал. Если честно, он у меня тоже, в принципе, не вышел большого энтузиазма для того, чтобы продолжать эту работу. Но все-таки я в этой ситуации, наверное, доверился своей старой кинематографической интуиции и почувствовал, что режиссер, которая до этого долгое время не работала в художественном кино, но за плечами ее очень интересные картины, должна все-таки спустя какое-то время сделать что-то необычное и интересное. И вот чисто интуитивно я поверил, доверился и стал работать над этой картиной. Ну и потом все пошло относительно гладко, и вот в результате мы имеем тот результат, который мы имеем. С Светланой Николаевной мы знакомы давно очень, но это наша первая картина. Я думаю, что я в своей интуиции, в общем-то, не ошибся. Да, в общем-то, не ошиблись. Скажите, пожалуйста, были какие-то моменты, может быть, сомнения, потому что картина достаточно неоднозначная, это так называемое авторское кино. Были у вас какие-то внутренние сомнения, там, продастся, не продастся? Вы как продюсер должны работать? А тут, понимаете, в этой ситуации я уже сказал, что интуиция и доверие. Я, в общем-то, знал, что Светлана Николаевна человек опытный, профессиональный, талантливый. И тут, если между продюсером и режиссером существует элемент большого доверия, то и надо в этой ситуации верить и доверять от начала до конца. Я поверил с учетом того, что, ну, как точнее сказать, что должно появиться что-то интересное. Я знал стиль ее работы, смотрел предыдущие картины, знал, как она работает. Ну, это все понаслышке, а так вот лично убедился, как она работает, очень профессионально. И в этой ситуации я знал, что, наверное, картина, она не будет иметь большого проката, потому что картина действительно такая авторская, и все предыдущие картины ее были авторские. Но не каждое кино должно быть разным, и прокатное, и кино, которое можно посмотреть в одиночку, и поразмышлять, подумать. Я думаю, что вот это кино как раз и относится вот к такому индивидуальному разговору со зрителем, потому что в зале картину такую смотреть очень сложно. Хотя, как показывает практика, мы с этой картиной проехали практически весь мир. И были очень на многих фестивалях, и реакция зрительская на фестивалях именно была очень-очень яркой. И подходили, благодарили, хотя, может быть, не всегда точно был перевод и субтитры в Греции, в Аргентине или где-то у нас в Европе. Не до конца субтитры могут передать вот то настроение, тот диалог и те чувства, которые играют актеры. Но реакция зрителя именно на фестивалях была, в общем-то, очень-очень положительной, и это лично для меня очень отрадно. А вы участвовали, вот как продюсер должен, да, по идее, в окончательном монтаже? Нет. Я говорю, вот эту линию мы с Экландой Николаевной произвели от начала до конца. Вот после того, как она переработала сценарий, в котором начинали работать, я почувствовал, что действительно она по-новому взглянула на эту картину спустя эти два года. И мы с ней встретились уже, когда была практически закончена перезапись. Это, в общем-то, наверное, не характерно для взаимоотношений режиссера и продюсера. Но я вот здесь доверился, и я думаю, что я не ошибся. Вот в работе с такими режиссерами, наверное, стоит доверяться, и результат будет очевидный. Ваше первое впечатление от увиденного подал бы первый раз в телепартину? Неоднозначное. Почему? Потому что для меня, я, в общем-то, это картина, авторские картины для меня, в общем-то, в моем таком послуженном списке картин таких не было. Были режиссеры, с которыми я работал, они были режиссеры более зрительски доступными, если точно сказать. Вот моя первая картина, ну не первая, вернее, а картина, которая, в общем-то, была такая известная, это «Через терник звездам» Ричарда Викторовна, картина, которая была, в общем-то, таким прорывом в научно-фантатическом кино, картина, которая смотрела огромные миллионы и миллионы зрителей. И такие режиссеры, с которыми я работал, это и Павел Арсенов, и Инна Туманян, они сделали кино именно для зрителей, которые собирали огромные залы, получали огромные призы на фестивалях, именно вот как признак большого зрительского успеха. А вот в авторском кино, это моя первая работа, поэтому мне тоже было приятно, в общем-то, интересно работать с таким режиссером. А вы общались с вами, Николай, по поводу каких-то текстов, может быть, в этой картине? То есть вам нужно было объяснение, о чем это? Понимаете, эту картину, я думаю, что даже и зритель, бывают такие картины, которые с первого раза не всегда, даже создателем бывает, понять, о чем картина, и что несут, и что говорят зрители. Я смотрел картину уже огромное количество раз, и каждый раз в этой картине открывал для себя все-таки что-то новое. Может, потому что взаимоотношения детей и родителей, они очень близки не только зрителям, но и мне, у меня двое детей, и примерно приблизительно такого возраста, как герой этой картины. Поэтому я на себе ощущал, что настолько все точно и выстроено в этой картине. Вот это меня как-то затрагивало. И каждый раз для себя в этой картине открывал что-то интересное, абсолютно новое, и вступал в внутренний диалог с героями совсем под различным взглядом. Поэтому, естественно, я в этой картине находил для себя что-то новое и что-то интересное. Это, наверное, каждый зритель, чем больше смотрит, каждый раз в картине что-то воспринимает для себя интересное и открывает для себя интересное. И это касается чаще всего именно такого авторского интеллекта? Да, я думаю, что да. Допустим, если картина такая массовая, которая там, вот на студии Горького у нас, мы всегда отличались таким массовым кино, которое привлекало зрителей. Ну, допустим, те же самые «Пираты 20 века». Ну, забавная, интересная картина, но что-то открыть новое в ней, ну, явно очевидно, кто хороший, кто плохой. Поэтому смотришь просто как отдыхаешь или там развлекаешься. А эта картина, вот такие чувства как раз дает, заставляет задуматься. Задуматься, проникнуться и, говорю, пообсуждать что-то еще раз. Скажите, пожалуйста, вот этот ваш опыт может привести к тому, что к вам придет еще какой-то режиссер? Опять же, не с кассовым сценарием, а с достаточно таким сложным. Согласительный... Наверное, вот эта картина и сыграла вот такую хорошую службу, что пошла молва, что есть такой продюсер, который мало вникает в дела режиссеров, доверяется им, и с ним в этом плане можно работать, он не мешает, не вьет по рукам. Но вот думаю, что сейчас мы заканчиваем картину с новым режиссером Юлией Колесник, которая называется «Нижняя Каледония». Я тоже думаю, эта картина будет, в общем, картина из разряда такого авторского кино. Я думаю, что она будет тоже, в общем-то, интересна зрителям. Вам с вами что интереснее смотреть? Авторское кино или популярное, скажем? Я, наверное, скорее все-таки в силу своего возраста и взращен на картинах более таких, точнее сказать, зрительских, Наверное, все-таки мне ближе по своему такому характеру картина, которая заставляет большое количество зрителей собереживать, и реакция зрителя, который сидит в зале, она, в общем-то, заставляет реагировать по-другому. Наверное, все-таки, не знаю, хотя вот это мой первый опыт, тоже было приятно смотреть совсем другую реакцию зрителей. Поэтому, наверное, должно быть кино и такое, и такое. Я, наверное, стараюсь и буду стараться как-то чередовать, если получится, картины и для такого массового зрителя с картинами такими интеллектуальными, авторскими. Это интересно.